Ситуация такова. Несмотря на непрерывный ввод российских войск в контратаке, мы продвигаемся каждый день. Это признак того, что им там резко поплохело российским войскам, и они не могут выполнять функциональную задачу, безопризначить. А самое интересное с военной точки зрения, что здесь условно полторы бригады наступает примерно на три российских полка, даже больше. Мы видим качество войск. Это не только без огневого превосходства и без авиационного превосходства. Это еще наши войска в меньшинстве наступают на противника на подготовленной обороне. Не было никогда ничего подобного в истории войны. Фактически Работина уже взято. Южная окраина Работина, она так называемая серая зона, но уже заговорили злые языки, что движение пошло в район Новопрокоповки. Вот так вот. А это уже, считайте, пробитая первая линия обороны. То есть это условно открывается путь на Токмак? Да, на 20 километров здесь. С артиллерии, как только здесь все зачистят и все, отодвинут противника еще чуть больше, артиллерия подойдет сюда, и Токмак начнет накрывать и все, что вокруг Токмак. А это уже крайне опасная ситуация для них, потому что Токмак был тыловой у них базой, и он обеспечивал вообще функционирование войск вот здесь, вот на этом направлении. Вот так вот. Двигай. Например, взятие Токмака означает уже крах обороны на этом участке российском. Там дальше уже Мелитополь. Мелитополь тоже отдельная история. Если мы доходим до Мелитополя, считайте, сухопутный коридор в Крым взят под огневой контроль и перерезана железка. Теперь, что касается полок. Депстейтовская карта не вполне это показывает, но на самом деле есть определенные движения и здесь. Как говорят их же злые языки, будем ссылаться на них, чтобы не... Или только на наши официальные источники. Наши официальные не подтверждают, но движение наметилось и здесь. И здесь идет серьезное давление на российские позиции. Но основные действия, конечно, это выражаемое заветное желание сдвигать праве. И сделай покрупнее. Я хочу прояснить общую ситуацию, которую никогда нельзя было прояснить, пока я был на экране. Это пользуясь случаем, вернее, на маленьком экране. Вот, смотрите. Современная война идет всегда за узлы дорог и железных дорог. Вот здесь, через Волноваху идет... Вот так вот, примерно идет на Мелитополь единственная железная дорога. Вернее, две их. Одна через Крымский мост, а вторая здесь снабжает. Поэтому, когда говорят, что нам необходимо выйти к берегу Азутского моря, это не вполне так. Нам достаточно взять вот этот узел дорог, перерезать вот эту ракатную дорогу. И сопровождающую ее железную дорогу, ну и выйти на Токмак. И сухопутному коридору конец. Ни одна армия мира, тем более российская, не удержит все, что южнее. Понимаете, да? Вот как только вот эта вся история будет взята. Вот, вот Райлурбеж, до которого нам реально нужно дойти, чтобы у них крах наступил обороны на юге. И они постепенно отошли сами. Потому что выдерживать это будет невозможно. Особенно, если что-то будет случаться с Крымским мостом. Ну и плюс автомобильная дорога, которая там идет, она тоже будет под огневым контролем. Да, конечно, об этом-то и речь идет. Вся современная война, чтобы ее понять, нужно смотреть на карту автомобильных дорог, и особенно карту железных дорог, потому что снабжение по железке намного эффективнее. В совокупности с ударами по мостам, с подрывом ее, в совокупности работая по Крымскому мосту, вся эта российская история повисает, потому что вся логистика от Херсуна до Бердянской висит на этих соплях. Я помню, когда делал доклад, мы делали институт будущего, делали доклад по Донбассу в 2017 году. То я ездил в Мариуполь, мне говорили, что по вот этой ветке, которая через Владиславовку туда идет, железнодорожная, проходила порядка, по-моему, 30 пар эшелонов в сутки. Соответственно, я думаю, что в нынешних условиях, ну там, конечно, меньше, потому что изношенность, плюс удары, но тем не менее, вот это на порядок, в любом случае это на порядок больше, чем можно перебрасывать по... Однозначно, они не вытянуты, они это прекрасно знают, отсюда такая суета.